65163 морские мили, 66 стран, 5 континентов, Атлантический, Северный, Ледовитый, Тихий и Индийские океаны. В прошлом году яхта Джульетта завершила кругосветное путешествие. О романтике и опасностях морских путешествий мы говорим сегодня со шкипером яхты, членом Русского географического общества, основателем клуба «Морские практики» Евгением Шкаровой. Евгений, здравствуйте! Здравствуйте! Ну а от каких берегов сегодня вы к нам приплыли? Буквально вчера приехал из Испании, там оставил Джульетту, там мы сейчас ходим пока в это время, а уже послезавтра еду в Мизинь. Ваша история, как, наверное, история любого путешественника, мореплавателя, не лишена романтики. Вы родились в Новосибирске, работали кузнецом художественной ковки, а в конце 80-х, в начале 90-х вы работали на Соловках, кузнецовым реставратором. А как и когда произошел этот переход от художника к путешественнику? Ну, это, наверное, никогда и не происходило. Я всегда путешествовал, любил путешествовать и до Соловков, а в детстве занимался парусом спортом. И в какой-то момент решил путешествовать больше на яхте, закончил курсы, получил международные права и организовал клуб «Морские практики». Но в какой момент? Это именно на Соловках произошло? Это вообще связано с нашей местностью? С вашей местностью, конечно, связано. Я приехал на Соловки в конце 89-го года. Там у нас была лодка, шестивесенный ял, мы на нем ходили по Белому морю. Я посмотрел, что такое Белое море, влюбился в Белое море. Ну, а так как с детства вообще-то занимался парусным спортом, у меня папа и их смен, то в какой-то момент как-то само все так, все само собой получилось. Но ведь это же означает в любом случае оставить стабильность какую-то, такую понятную, размеренную жизнь. Это же какое-то решение, да, наверное? Или это не так сложно, как кажется, принять такое решение? Такие решения не принимаются в одночасье, жизнь подталкивает. Но если есть какое-то стремление с детства, наверное, это в какой-то момент может появиться так. Первое, на что я обратила внимание, зайдя на ваш сайт «Морские практики», это письмо Маше. Вкратце, давайте расскажем нашим телезрителям, от кого это письмо и каково его содержание. На самом деле это интересное очень письмо. Буквально недели три назад, когда мы подходили к Сардинии, мне позвонил мой товарищ, матрос, морской практик, и попросил поучаствовать в судьбе девушки, которая жила в Москве, влюбилась в мужчину, который увлекается яхтингом. Для того, чтобы встать к нему ближе, продала все, что у нее есть, купила яхту. Яхта в Хорватии. Но вот как-то через три месяца после совместной жизни в Хорватии у них, они расстались, и теперь она одна на яхте, не знает, что ей делать дальше. Ей нужен помощник, капитан. И она, по-моему, попросил поучаствовать в ее положении. И я предложил ей написать мне. Она мне написала и писала фотографии. После того, как я увидел письмо, я подумал, что это уже, в общем-то, новелла. Новелла с изображениями лодки, с ее портретом интересным. И просто разместил в Фейсбуке. Ну и отклики начались, активные причем. Буквально за три дня очень большое количество отдыха, откликов. Она мне пишет, что она в шоке, что такого она не ожидала. Но она довольна, и я думаю, что она такой смелый человек, решительный. Она с этой ситуацией... Ну, она точно найдет себе помощника, попутчик. Теперь ей будет, наверное, непросто находиться среди такого большого количества желающих и помочь. Но я думаю, что Маша справится. Но Маша решила для себя точно. А к стабильности, покойной московской жизни она не вернется. Вот она так полюбила море, да, и теперь готова, в общем-то, отказаться. Судя по переписке, да. А много вообще таких людей? Вот раньше мы такие истории видели разве что в фильмах, да, разве что по телевизору. Теперь мы слышим о них в реальности, что люди покупают яхты, да, зарабатывают себе на жизнь. Действительно ли, ну, пошел такой бум, если можно его так назвать? И с чем это связано? Люди стали свободнее, стали лучше жить, могут себе это позволить? Наверное, ответ в... Несколько в другом. Яхтинг стал проще. Стало проще ходить по морю. И вот этот бум произошел, наверное, не сейчас. Он произошел, наверное, лет 25 назад за рубежом. Сейчас примерно около 70 тысяч лодок постоянно путешествуют в Мировом океане. Оставили земное такое проживание и уходят в кругосветное плавание. Наверное, от двух, трех до 25 лет они в этом плавании проводят. Живут, встречаются, рожают детей, занимаются с ними, работают где-то, устраиваются. И так потихоньку путешествуют. Ну, для большинства это, наверное, мечта больше, чем реальность. А вообще, что вы для этого нужно, чтобы зажить такой жизнью? Средства, желания? Желания. На самом деле, средства не такие уж большие. Особенно, если человек привык жить скромно, то вполне можно купить себе яхту небольшую и уйти в плавание. Для нас, для нашей публики это немножко вновь. Ну, и сейчас я смотрю, что каждый год все больше и больше людей идет в плавание, путешествует наших, российских. А вот для российского туризма стал ли яхтин и туризм альтернативой привычному пляжному отдыху? Альтернативой, наверное, не стал, но он проявился. Он был в свое время в советский период. А сейчас он в другие формы приобрел. Наши поехали за рубеж, наши активно осваивают этот вид отдыха и жизни, стиль жизни, надо сказать. Для нас было, наверное, какое-то время закрыто, такой вид путешествий. Сейчас он открылся и постепенно, постепенно. Ну, а чем он хорош? Что привлекает туристов на яхты, в кругосветки? Это же достаточно серьезное там лишение, да, и серьезное испытание, особенно для женщин. Хотя мы знаем, что девушки тоже активно принимают участие в этих путешествиях. Ну, а что вообще в туризме привлекает людей? Пришествия, приключения, возможность увидеть новое, испытать себя, встретиться с кем-то, увидеть новое, наверное. А люди, они другие в море? Люди себя проявляют в каких-то лучших, в лучших качествах, наверное, проявляют, поэтому с ними легко, хорошо. Все-таки в лучших. Ну, вот вы, ваша команда, вы пережили шторм в 2013 году, да, достаточно серьезную аварию в Тихом океане. Как вообще это, как вы все это перенесли и как люди тогда проявились, действительно, сделали ли вы какие-то открытия для себя? Ну, по-разному перенесли. В основном, да, интересно. Люди, конечно, кто-то испугался, кто-то напрягся, кто-то несколько неадекватно себя вел. Но, тем не менее, все делали свое дело. У нас к этому времени уже сложился экипаж, момент аварии, когда мы потеряли мачту. Вахтенные выходили на вахты, дежурные по утрам готовили завтрак, как бы нам тяжело не было. Есть некий такой темп, судовая жизнь, флотская жизнь, которая основана на традициях, которую я пытаюсь поддерживать на лодке, которая помогает с этим справляться. Ну, допустим, у нас был физик-ядерщик такой Сережа, очень человек трезвомыслищий. И в компании с нами был театрал из цирковой семьи с кавказскими корнями. Мы очень такой открытый человек, Андрюша, который по утрам здоровался с морем, с солнышком. И вот когда у нас... Они все время, естественно, спорили, они такие, как люди-антиподы. Но когда у нас падала мачта, мы ее ромяли, мне потом рассказали, что Андрей стоял и говорил, здравствуй. Вот еще не как-то море, солнце пропусти, там, пощади океан. А в это время Сережа стоял, вот этот физик, который ядерщик, говорил, ну ладно, ладно, пропусти. Все, я понял. Ну, а вообще каждый человек может найти в себе ресурсы, вот справиться со сложностями на море. Или есть такие люди, которых бы вы точно сказали, вам нельзя морские путешествия, вот такие, которых вы бы не хотели видеть на палубе Джульетты? Конечно, встречаются люди, которых я не хотел бы видеть. Это в жизни нормальная ситуация, когда... Но в основном это люди, как правило, какие-то нездоровые в чем-то. Ну, психически нездоровые. Бывает, встречаются такие в жизни. Но их очень мало. Вообще достаточно легко настроить человека на совместное делание дела. Самые, бывают, ну так скажем, кривые люди. Как-то вот в чем-то, как-то в жизни им не повезло, может быть, и они живут в такой среде. Но когда им такая возможность предоставляется побыть настоящим человеком, они какие-то настоящие качества в себе вытащат из себя. И это будет оценено, они это понимают. Они за это цепляются. Ну, наряду с дальними странствиями вы занимаетесь исследованиями Белого моря. Насколько интересны и востребованы эти маршруты? Сейчас, наверное, эти маршруты не слишком популярны у нас в России, к сожалению. Пока или уже? Пока. Пока. И уже. Потому что в свое время Поморье, Белое море, Поморы, это были носители именно морской культуры. Первая, наверное, морская культура, когда в России, которая возникла, я считаю, что это вот было здесь. Потом это было как-то отодвинуто на второй план, на второй, третий. Сейчас в основном люди, которые занимаются яхтингом, они из Москвы, они про этот регион мало знают, к сожалению. Для них больше сейчас знакомы Средиземное море, Атлантика, вот уже и кругосветные плавни. Я думаю, что в путешествиях по морю, в морских науках очень важны традиции. И традиция как раз есть здесь. И поэтому, когда предоставляется такая возможность здесь путешествовать по вашим краям, с удовольствием я организую эти походы, знакомлю своих читателей и членов клуба с этими вводами, нашими домашними. Уже многие приехали, многие увидели, и это очень правильное дело, считаю. Но вы не считаете себя архангелогородцем? Сложно сказать. Ну, допустим, у меня прописка Соловецкая. Родился в Новосибирске. Жена и семья у меня сейчас в Архангельске. Лодка в Атлантическом океане. Ну, вы любите наш город Архангельск? Да. А за что? Почему? Чем он вам нравится? Люди севера. Людьми? За людей, да, конечно. А есть ли какое-то место любимое? Ну, все-таки, тут часто бываете, живете, знаете, да, всякие уголки. Есть ли любимое? Любимых мест много, особенно после Кургаситного плавни. Я имею в виду в Архангельске. В Архангельске. А, в Архангельске? Сложно сказать. Наверное, набережная. Набережная такая у вас хорошая. Ну, сейчас все активно обсуждают ситуацию вокруг Шхуны Запада. Каково ваше мнение? Какая должна быть судьба вот у этого судна? Символ, так называемый? Мне сложно сказать, что можно сделать вот с тем, что сейчас есть, а до Запада осталось. Но я уверен, что, конечно, в Архангельске должно быть свое большое парусное судно. У вас есть здесь морские училища, это практиканты, это интерес к морю. И, конечно, нужно всячески развивать интерес. Вы говорите, что много мест, особенно после кругосветки, в мире появилось любимых. А есть ли какой-то берег, которым хотелось бы причалить, и все остаться навсегда, поселиться вместе с семьей? Больше уже нет. Такого берега пока еще нет. Вы его еще ищете? Да. Евгений, большое спасибо за беседу. Я с вами прощаюсь и жду вас всегда в этой студии. Спасибо. С вами была программа «13 этаж». Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!